Благодарю за поздравления. В первую очередь благодарен команде сегодня за хорошую игру, за самоотдачу и за стремление одержать победу. После двух ничьих, конечно, с потерями очков, четыре очка мы потеряли в двух предыдущих матчах. И сегодня очень важно было сработать на максимальный результат, хотя понимали, что Гомель довольно интересная команда в начале сезона. И матч с Батте, тому подтверждение, серьезнейшим образом подходили к изучению соперника. Знали, что команда стилистически очень хорошо встречные быстрые атаки использует. И, в принципе, это показательно было по матчу с Батте. Поэтому важно было не дать много зон, важно было не дать пространства для того, чтобы такие быстрые футболисты, как и Фаги, Пухов, который может распорядиться ситуацией, плюс Антелевский, не имели так большого пространства, чтобы все-таки нам сработать качественно в обороне. Я считаю, что с этим мы достаточно уверенно справились, хотя, конечно, не обошлось без опасных моментов у наших ворот, но уверен, что их было не так много, как в предыдущих матчах, где Гомель действительно создавал проблемы с соперником. Поэтому благодарность большая команде за то, что сработали качественно и план на игру выполнили, и не пропустили, и добились максимального результата. Коллеги, вопросы? Победителя, как говорят, не судят, но все же по содержанию игры для чемпиона несколько, но не совсем, скажем так, относится. Свидетельство тому и возможности, которые допустила «Динамо» для взятия воротов, я имею в виду моменты для Гомеля. У них было, правда говоря, в этом моменте четыре таких реализации, но в защите тоже здесь не все было. Правильно вы сказали в начале своего вопроса, что победители не судят. Понимаете, что когда ты в статусе чемпиона страны прошлого года, это важно очень быстро забыть, это останется в истории. То, что мы в этом статусе находимся, ну давайте будем объективны, сегодня у нас практически новая команда. Поэтому, да, это наше достижение, это история нашего футбольного клуба, ее, как говорится, никто уже не заберет у нас. Мы будем гордиться этим и вспоминать, но сегодня настал новый день и у нас есть новая цель. И, по сути, у нас новая команда, поэтому, конечно, для того, чтобы прийти к какой-то чемпионской игре, надо время определенное футболистам, которые к нам добавились, и молодые ребята из нашей академии, и те, которые пришли взамен тех, кто ушли у нас, кто определял игру команды. Естественно, нам нужно определенное время. И здесь, вот я вам честно признаю, что мне, как тренеру, более важен, скажем так, сейчас для психологической устойчивости и дальнейшего нашего пути в чемпионате, да, приобретать уверенность в виде победных матчей. Я понимаю то, что где-то в какой-то степени мы играли, Гомель больше на мяче был, больше его контролировал, да, но мы все-таки, еще раз говорю, выбрали такой план для того, чтобы добиться максимального результата, чтобы нам в дальнейшем это придало уверенности и психологической устойчивости по дистанции, потому что еще 26 туров впереди, и здесь очень важно было сработать на максимальный результат. Спасибо. Калика, вопрос. Владимир Викторович, Павел Лапетенок играет в стартовом составе, это означает ли, что он будет играть и далее, когда поправится карминерный футболист? Ну, это означает одно, то, что Павел Лапетенок заслуженно попал в стартовый состав, на этой неделе он хорошо работал, и с учетом травмированных наших аксакалов мы ждем возвращения в строй и Александра Сачивка, и Сергея Политевича, и Алексей Гаврилович в предыдущем матче с Нафтаном все-таки испытывал определенный дискомфорт мышечный, да, но он не связан с повреждением, а связан именно с судорогами, по всей видимости. И та нагрузка, которая выпала на наших, вот на Алексея в частности, да, естественно, она в какой-то степени не позволяла на этом непростом поле сегодня, хотя хочу еще, чтобы не забыть, огромную благодарность сказать футбольному клубу Гомель за то, что они действительно сыграли вот на центральном, да, это все-таки атмосфера, в Гомеле всегда приятно играть, и здесь даже поле было весковатое, оно было тяжелое для, ну, не тяжелое для, ну, не тяжелое для, тяжелое, а такое не совсем, как говорится, благоприятное для более качественного футбола для обеих команд, но тем не менее, очень, еще раз говорю, благодарен, чтобы все-таки мы сыграли не на искусственном газоне, а сыграли на центральном, где атмосфера футбольная очень приличная. Поэтому, исходя из этого, что по Алексею Гавриловичу я говорил, в прошлой игре у него были судорожные, значит, симптомы мышечные, поэтому сегодня, я думаю, ну, очень бы трудно было ему, скажем так, по этому полю сработать. А Паша Пятенок, это перспективный наш центральный защитник, и если он будет стремиться дальше прогрессировать, а не довольствоваться тем, что имеет, я думаю, что у него такие же хорошие шансы быть в стартовой обойме, как и у всех остальных ребят. Вы сказали про поле. Насколько тяжело дался переход синтетики на натуральный? Ну, здесь надо быть профессионалами. Дело в том, что, знаете, как получается, как только мы футболисты, тренеры, да, я имею в виду команду футболистов, мы тренеры, начинаем вот в таких внешних факторах искать какие-то, ну, оправдания, что ли, для, там, неважно, победила команда, все прекрасно. Значит, все было на хорошем уровне, да. Если бы команда не добилась максимального результата, ну, сетовать на то, что поле было там тяжелым, понимаете, ну, на то мы и профессионалы, за то ребята по контрактам своим получают, скажем так, хорошие гонорары и так далее, для того, чтобы выходить и расти и профессионально выполнять свою работу. А сетовать на то, что ветер подул, там, дождь начал проливной идти, или поле было вязкое, или оно было неровное, понимаете, ну, это удел слабых, мы к ним не относимся, поэтому надо всегда призывать, и я всегда призываю своей командой всегда, ребята, не обращать на внешние факторы. Ну, они такие внешние факторы для соперника, поэтому важно добиваться результата при любых обстоятельствах. Владимир Викторович, сегодня бразильский игрок в районе вышел в стартовом составе, до этого сыграл в руках, как оценить подписание мячка и вообще в целом? Мы довольны, довольны тем, что мы получили качественного игрока, пускай даже в конце трансферного окна, но тем не менее мы практически всю зиму занимались поиском именно левого защитника, для того, чтобы заменить ушедших наших ребят, которые стали чемпионами в прошлом году, это и Ареню, и Вакулича. Естественно, в какой-то степени этот процесс затянулся, но слава богу, что мы вот в конце уже трансферного окна, скажем, этого парня заполучили. И он действительно хорошего уровня, поверьте, и не так просто. Практически он находится у нас в команде две недели, языковой барьер раз, часовые пояса с Бразилии, понятно, тоже два. Третье – это переход климатических условий, да, но парень профессионал, и его физическое состояние как бы не вызывает сомнений, потому что бывает часто легионер приезжает, и надо какое-то время его еще под функциональное состояние подвести, чтобы играть, правильно? А здесь как бы он готов, и это большое-большое нам, скажем так, в помощь пришло вовремя, что вот он в таком состоянии хорошем приехал и с хорошим уровнем мастерства. Конечно, мы довольны им на сегодняшний день, и я уверен, что он дальше нам поможет решать свои задачи и идти к своим целям.